Администрация Читы Несмотря на признание жилого дома аварийным, должностные лица администрации не предоставили людям другое жилье, говорится в сообщении. Сейчас в 60 квартирах аварийного дома под угрозой его обрушения живут 148 человек. Документов о вводе в эксплуатацию проблемного многоквартирного девятиэтажного дома в городе Борзя. За Байкальского края не видели ни жители многоэтажки, ни бывший глава города Николай Яковлев. Об этом они заявили в выпуске передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Документов о том, что дом принят в эксплуатацию, мы не видели. Об этом рассказала местная жительница Марина Алтаева. Николай Яковлев подтвердил, что акта ввода дома комиссии также не существует. Алтаева добавила, что жильцы дома заказывали свою экспертизу, которая постановила, что в квартирах находиться опасно. При этом экспертиза заказанной администрации Борзи вынесла совершенно другое решение. Фундамент, стены, перекрытие и кровли находятся в работоспособном состоянии. Здание требует только реконструкции. Владимира Путина попросили запретить продажу самогонных аппаратов в России. Общественный омбудсмен Игорь Косарев подготовил для президента доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров. В документе говорится, что кустарно произведенный самогон, как правило, выпускается для продажи, а не для использования в личных целях. Под сомнение ставится также качество домашних алкогольных напитков, в которых показатели вредных веществ могут многократно превышать норму. В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова подчеркнули, что необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов. Правительство разработало поправки в Уголовный административный кодекс, которые не позволят уходить от ответственности неплательщикам элементов, а также тем, кто пытается сделать вид, что исполняет обязательства, но существенно занижают суммы. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, изменения подготовлены по поручению президента. Глава правительства уточнил, что подготовленные поправки позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысит оперативность взыскания элементов с должников.